Добрый день! С вами программа «Воскресная проповедь» и её ведущие, клирик Храма Живоначальной Троицы Иерей Игорь Сёмер. Здравствуйте! И педагог-психолог Светлана Леонтьева. Здравствуйте! И в этот раз наша программа будет посвящена притче о блудном сыне, потому что сейчас идёт вторая подготовительная неделя к Великому посту. Я зачитаю текст этой притчи в Евангелии. И он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Приими меня в число наемников твоих». Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и жалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного телёнка и заколите, встань им есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашёлся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования. И, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказания твоего, но ты никогда не дал мне козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного телёнка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и всё моё твоё». А о том надо было радоваться и веселиться, чтобы брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашёлся». Отец Игорь, пожалуйста, прокомментируйте эти слова. Притча была сказана в присутствии фарисеев. И изначально она была направлена именно к ним, чтобы донести до них мысль. Бог любит не только праведников и принимает, но принимает любого человека, который обратился от пути заблуждения на путь истинный, обратился к Богу. А у фарисеев бытовало такое мнение, что ни один человек, являющийся грешным, не имеет права общаться с ними, как с праведными. Господь же этой притчей показывает, что нельзя отчуждаться людей, которые находятся в данный момент, может быть, не на совсем правильном пути, но надо принимать их как братьев. И Бог именно так и делает. И чтобы проиллюстрировать эту мысль, Он говорит эту притчу, в которой Себя, Бога, Христос изображает под видом любящего Отца. При этом от Отца уходит младший сын, требуя от Отца раньше времени разделить имение. Отец идет на это, отпускает его. Но сын растрачивает в распутной жизни все, что дал ему Отец, и возвращается назад с желанием быть хотя бы наемником у Отца своего. Отец же с любовью встречает, с распростертыми объятиями, и возвращает ему достоинство сына. Дает ему перстень, дает ему обувь, лучшую одежду, и устраивает в доме все пир, чему завидует, собственно, старший сын. Под видом вот этого Отца, который с распростертыми объятиями принимает согрешившего сына, Христос изображает Бога и доносит простую мысль до тех, кто слушает эту притчу, что Бог принимает с радостью любого, обратившегося от пути заблуждения, от пути греха человека. И те люди, которые не впадали в какие-либо тяжкие согрешения, как они считают, не сбивались с пути, они не имеют никакого права осуждать и не принимать таковых, потому что сам Бог это делает с любовью и с радостью. Спасибо. Ну вот есть вопросы и духовного, и психологического содержания. Хочется уточнить, сын еще при живом отце просит у него часть имения, отец ему вполне вправе отказать. Далее, отец все-таки дает ему имение, и сын уходит от него. Отец понимает, что сын идет заниматься нехорошими вещами, он в принципе мог бы задержать его, не пустить, не дать имение, и как-то сопротивляться этому выбору неправедному сына. Почему он его все-таки отпускает? Нет ли здесь вины отца в том, что сын попал потом в такую беду, расточил имение, и на него нашли такие бедствия, которые он в результате имел. В данном случае, как я уже говорил, под отцом подразумевается сам Господь, а Господь наделил каждого человека свободу выбора, свободу воли. И он не занимается тем, что постоянно ограждает человека от его неправильного волеизъявления, от его выбора. Как раз в притче и показано, что Бог дает свободу поступать так, как ты хочешь, и самому убедиться в неправильности выбора своего. Только таким образом человек, на практике убеждаясь в неправильности своего поступка, может сделать соответствующие выводы, может осознать, что он находится не на правильном пути. Слова до человека далеко не всегда доходят. Это знает любой родитель, который воспитывает детей. Когда ребенок сам обжигается, когда он сам сталкивается с тем, что он неправильно поступает, а испытывает боль, испытывает разочарование, он действительно понимает, что он неправ. Поэтому дать свободу действия, мне кажется, здесь это такой педагогический прием Отца Небесного, для того, чтобы человек убедился в неправильности своего мнения и сам сознательно уже обратился назад. Но все-таки это риск. Жизнь могла сложиться по-другому. Однажды довелось мне читать следующее размышление о любви Бога, как о любви Отца. И в данном рассуждении прослеживалась такая мысль, что любовь Отца и любовь Матери. Это совершенно разные вещи. Мать старается опекать от любых бедствий свое чадо. Отцовская же любовь позволяет своему чаду столкнуться с трудностями в жизни и самому сделать уже вывод, прав ты или не прав. И Бог, как отец, на самом деле поступает именно так. Да, можно сказать, что это риск. Но, видимо, нет другого пути для человека достичь опытного путем познания истины. Могу сказать, как психолог, что да, это самое сложное для родителей, пустить своих детей в свободное плавание. Но если вспомнить слова Януша Корчика, великого психолога и педагога, еще детского врача, он сказал, что каждый ребенок имеет право как на жизнь, так и на смерть. И великое дело родителей с этим смириться и это принять, потому что только в таком случае дети смогут развиваться и развивать свои таланты. Но это на самом деле родительский подвиг, поэтому я полностью принимаю вашу точку зрения и тоже понимаю мотивацию отца, который, как ему не было больно, отпустил сына в сторону далечия. И фактически, получается, сын для него в этот момент умер. Или это не так, когда он ушел. Он же потом сказал, что он был мертв и ожил. Значит, отпустив его, он с ним как бы попрощался и уже даже не надеялся его увидеть. Это было чудо, что сын вернулся. Как правило, притча, она не вдаётся в тонкости. Притча всегда изображает как будто основную главную мысль. И когда толкуется притча святыми отцами, подчёркивается, что не надо уделять внимание частностям, иначе можно просто запутаться в её смысле. Видно, что Бог знает, безусловно, чем закончится. То есть, поскольку под отцом подразумевает сам Господь, то понятно, что он понимал, к чему приведёт этот выбор сына. Но понимал он также и то, что для него это единственный путь вернуться назад. А если бы он его не отпустил, то в сыне, возможно, только накапливалась бы неприязнь к отцу как к деспоту, которая не даёт им никакой свободы выбора, и уже у сына не было бы восприятия отца как отца. И в этом тоже нет ничего хорошего. Отец, который видел, что творится в душе сына, предпочёл этот путь. И этот путь, как мы видим, оказался верным. Хотя он действительно был нелёгок для сына. Да, я согласна, отец Игорь. А такой вопрос — собирательный образ блудного сына. Зачем этот сын ушёл? Он хотел распутной жизни или игры в казино, или ещё расточить деньги, просто пожить легко, ни о чём не думая. Что это значит? Что мы осуждаем в жизни этого человека, который, в принципе, тоже, если так подумать, ничего плохого не сделал, взять часть имения, которая принадлежала ему, и ушёл, никого не обидел. Я думаю, что он не хотел вести распутную жизнь. Он счёл себя достаточно самостоятельным для того, чтобы распоряжаться уже тем наследством, которое ему полагалось, совершать самостоятельные поступки, начать взрослую жизнь. Хотя старший сын не просил этой самостоятельности. Мы видим, что это такой юношеский максимализм, который считает себя уже способным на взрослую жизнь, зрелым. Но мы видим, что зрелости на самом деле не было, что те возможности, которые перед ним открывались, им не были использованы, а те средства, которые были получены от отца, были потрачены впустую. Не думаю, что он и не сказано, и не подчёркнуто в Евангелии, что он был распутником и отъявленным негодяем. Показано просто, что он проявил свои воли, что он не созрел ещё, но посчитал себя таковым, и он больно ошибался. Но всё-таки расточил имение «живя блудно» вот это указывается, да? То есть всё же… «Живя распутно» не указывается, что «живя блудно». В греческом варианте просто стоит слово, которое примерно на русский можно перевести, что он вёл нездоровый образ жизни. В классической греческой литературе этим словом обозначалось «расточительство», «расточительство», допустим, «имение отца». Не говорится, что он был каким-то развратником именно, да, но принято подразумевать, что действительно он вёл какую-то разгульную жизнь. Хорошо, и такой момент. Он раскаялся. Раскаялся почему? Потому что ему стало плохо. То есть он ел фактически то, что ели свиньи, и вспомнил, что даже слуги в доме отца живут лучше, чем он. То есть это было покаяние, вызвано плохими обстоятельствами жизни, а не тем, что его замучила совесть. Он подумал, плохо я поступил с моим папой, забрал у него деньги, его больше не вижу. Его замучила совесть, и он идёт, опустив голову к отцу. Нет, ему просто стало плохо жить. Он приобрёл лишение вместо каких-либо земных благ, и он чисто практически понял, что в доме отца будет ему жить лучше. Это ли есть покаяние? Может, это тот же расчёт? На то, что это не было расчётом, указывается, что во время своих размышлений сын намеревался вернуться в дом никак не в статусе сына, а стать одним из наёмников отца. А это очень значимо для социального строя того времени. То есть он отказывался от свободы, он был свободным человеком, а и соглашался стать почти рабом. Это свидетельствует о глубине его раскаяния. То есть он реально себя стал считать недостойным быть сыном, называться сыном и жить в доме со старшим сыном и со своим отцом. Именно это указывает на то, что действительно у него было покаяние. На то, что оно было вынуждено. Но таков человек, очень часто, к сожалению, наше покаяние действительно вынуждено трудными обстоятельствами. Да, такова человеческая натура. Да, это действительно не так возвышенно, но таковы реалии жизни. Если бы не было так больно, если бы он не пришел к подобному краху, то его путь, наверное, был бы к отцу обратно в дом более, возможно, долгим. Но путь страданий, он более короток. То есть вы предполагаете, что даже если бы его жизнь сложилась по-другому, он бы наоборот это имение приумножил, там, удачно играя в казино, все равно он бы к отцу вернулся. Сложно предположить что-либо в данном случае. Все-таки это притча, а не конкретная жизненная история с какими-то нюансами. Но не каждый человек, который все теряет, тем не менее кается, возвращается к отцу. На практике люди далеко не всегда так поступают, не винят себя, винят обстоятельства, винят тех, из-за которых они лишились денег. И далеко не каждый человек в тяжелых обстоятельствах обращается к отцу небесному. Поэтому раз он обратился, все-таки совесть его была в таком состоянии, что даже если бы, наверное, не было тяжелых обстоятельств, со временем он бы тоже вернулся назад, пройдя более, может быть, длинный путь. Отец Игорь, а в чем неправота старшего сына? Он же лишил себя всего. Ни разу он не ослушался воли отца своего, как он говорит сам. Всю свою жизнь посвятил он дому и отцу. Почему отец ни разу так его не приветствовал, как вот младшего блудного сына? Не говорится, что отец его ни разу не приветствовал. Наоборот, отец показывает, что старшему сыну здесь проявляет зависть и самолюбие. Наоборот, отец подчеркивает, что ты всегда все имел в моем доме. Когда человек завидует другому, ему кажется, что он чего-то в жизни лишен. Это вообще свойство зависти. Сразу видеть, что ты имеешь меньше, чем другой. А здесь, что отец дал старшему сыну? Он просто дал ему перстень, обувь. Это символы, что он его восстанавливает в достоинстве сына, что он не хочет его видеть наемником. Потому что рабы не носили обуви, не имели перстень. Вот эти детали, перстень и обувь, и одежда, то, что он восстанавливает его в сыновном достоинстве, не хочет делать его наемником. Он просто устраивает праздник. Я не думаю, что старший сын никогда не присутствовал на хорошем обеде, который делает отец. Это свойство зависти, принижать то, что ты имеешь. Поэтому отец ему указал, что ты завидуешь. Ты же живешь в моем доме и всегда все имеешь. То есть, получается, опасность для праведных людей – это зависть. Зависть. Зависть тому, что Бог относится к людям, которые упали и встали, так же, как к ним, которые не падали, которые ввели такой праведный образ жизни. Это тоже неплохо показано в произведении Клайва Льюиза «Расторжение брака», где он показывает ад и людей, которые там оказались. И показывает добропорядочного человека, который встречает своего знакомого, убийцу, раскаивавшуюся убийцу, и не хочет оставаться в раю, потому что здесь убийца, раскаивавшийся. Он считает его неприличным человеком, и он не может находиться с ним в обществе. Он не соглашается с выбором Бога, который помещает его в рай и уходит оттуда добровольно. Да, это мудрые слова. А что вы пожелаете нашим зрителям в канун Великого Поста? В канун Великого Поста, принимая в расчет данную притчу, можно пожелать, чтобы мы друг к другу относились как братья и не расценивали себя, какими мы хорошими себя не казались, выше других. Но понимали, что жизнь действительно сложная вещь, что любой человек может в тот или иной момент своей жизни оступиться, но не надо быть жестокими, равнодушными к подобному человеку. Надо проявлять сострадание, понимание, милосердие, самому не зарекаться от каких-то падений и проступков и понимать, исходя из этой притчи, что Бог одинаково ко всем относится, любит всех и готов принять последнего грешника так же, как и первого праведника. Спасибо! С вами была программа «Воскресная проповедь» и её ведущие, клирик Храма Живоначальной Троицы Иерей Игорь Сёмин и психолог Светлана Леонтьева. До новых встреч! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин